Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. И сегодня мы продолжим говорить о работе с масками. Мы немного более подробно поговорим о встроенных масках. Это тип масок, которые располагаются друг в друге. Звучит непонятно? Не беспокойтесь, все на самом деле просто. Вот вы видите, что на рисунке персонажа у меня есть группа слоев с основной маской, определяющей силуэт персонажа. И если скрыть эту маску, получится вот это. Смотрите. Я вылез за границы рамки. Ну вот я снова включаю маску, и границы по-прежнему белые и чистые. Встроенные маски – это маски, созданные на слоях внутри этой группы. И давайте посмотрим на слой BluePaint. И видно, что вся голубая краска на персонажа находится в одном слое. А что, если мне нужно сделать цвет теплее, чтобы создавался эффект движения? Мне не хочется удалять краску, так как в этом случае мои возможности будут ограничены. Мне нужно работать аккуратно. Если создать поверх слоя новую маску, а затем начать рисовать черным, то я могу обесцветить краску, сделать ее старой и выцветшей. Но если я слишком сильно стер краску, я могу вернуть ее, начав рисовать белым. То есть, по сути, я просто меняю маску, и это и есть аккуратный процесс работы. Так у меня больше возможностей. Так как я пока что работаю лишь с голубой краской, возможности этой техники пока что не видно отчетливо. Но по факту эта техника действительно позволяет придать персонажу больше жизненности и реалистичности. И теперь я добавлю на рисунок грязь. Я создам новый слой поверх голубой краски, и грязь я буду накладывать в два этапа. Начну с основного тона грязи. Для этого я буду использовать мягкую коричневую кисть. Наложу цвет довольно плотно. Грязь будет гуще у ног внизу, а по мере движения вверх слой грязи будет постепенно утончаться. Окей, достаточно. И теперь я создам новый слой с небольшими кусочками грязи. Давайте сделаем цвет немного ярче. Я буду использовать пользовательскую кисть, чтобы наложить нужный узор. И как видите, я не стараюсь рисовать аккуратно, я не жалею краски. Но вот у меня оба компонента и готовы. Слой краски с постепенным обесцвечиванием и небольшие точки. И я могу наложить маску на каждый из слоев, а затем продолжу работу. И я работаю все так же аккуратно, не разрушая изображение. И для начала я удалю начальное обесцвечивание краски. По мере того, как я рисую черным на маске, я удаляю грязь. И вот я могу удалить и тон на руке. Но вот в трещинах на броне мне нужно усилить цвет. Нужен эффект, как будто грязь забилась в щели и высохла в них. То есть я как бы размазываю ту краску, что уже есть на полотне. Я ничего не удаляю. Я просто регулирую, сколько краски мне нужно на слоях. Скажем, мне нужно удалить точки с грязью в некоторых местах. Я работаю на слое Dot Layer и я рисую на маске черным, чтобы удалить с нее точки. То есть на торсе точки будут видны меньше, а вот внизу на ногах они будут сильнее. Мне кажется, что обесцвечивание грязи нужно вернуть. Это не сложно, так как эффект на отдельном слое на отдельной маске. И вот я вернусь на слой с краской. Я выберу белый цвет и затем начну усиливать его. То есть возвращаю грязь на рисунок. А вот с торса краску мне нужно убрать. Я хочу, чтобы она была лишь на ногах. Как вы можете видеть, я разместил каждый компонент этого рисунка на отдельный слой. И это представляет мне очень большие возможности. Скажем, что если мне нужно поменять голубой цвет на красный, так как цвет на отдельном слое, то поменять очень просто. Я могу установить просто любой цвет. Как вы можете видеть, регулировать такие нюансы стало возможным благодаря маске. Это и есть техника встроенных масок. Все эти слои, они внутри основной маски, то есть силуэта персонажа. И каждый отдельный слой имеет свою собственную маску. Вам действительно стоит попробовать этот концепт перед тем, как попытаться его понять. На экране эта техника может казаться непонятной, но стоит вам начать, и вы, когда вы начнете пользоваться этой маской, добавлять и удалять ее, удалять краску, то все станет куда яснее. Я включил этот PSD-рисунок в сообщение. И ваше задание это поэкспериментировать со встроенными масками, чтобы создать различные наложения в дизайне персонажа. Может быть вам нужно будет добавить цвет, или же отверстие от пули, либо что-то еще. Попробуйте добавлять много краски и использовать обтравочные маски, чтобы создавать и смешивать новые цвета. Итак, удачи вам в работе с масками, и спасибо за внимание.